Всего несколько часов на оценку семи нацпроектов. Здравоохранение, образование, городская среда, безопасные дороги. Например, депутаты посетили единый кластер детский сад-школа. Он уже очень востребован. Вот только браться за такие объекты барнаульским застройщикам невыгодно. В расчет стоимости строительства берется не региональный, а федеральный коэффициент. Он средний по краю, что для детского сада в отдаленном районе, что в Барнауле. Установленные суммы почти на треть меньше себестоимости. Мы как никто заинтересованы в том, чтобы не завышены, но эти расценки соответствовали просто сегодняшнему дню. Потому что многие материалы, они за последние 2-3 года гораздо дороже стали. Мы даже не говорим о заработных платах сотрудников, но элементарно сама себестоимость материалов уже просто не соответствует тому, что сегодня мы имеем, что утверждается под законными актами. Особое внимание ревизоры уделили нацпроекту «Жилье и городская среда». Депутат Госдумы Павел Федяев оценил детские спортивные площадки во дворах, а также обновленную аллею Исакова. По словам Федяева, аллея стала достойным местом для отдыха. Когда ты видишь, как у жителей горят глаза, что у них меняется вообще среда обитания в лучшую сторону, среда их жизни становится комфортной, ну, наверное, мы для этого и работаем. А вот алтайский опыт решения проблем в медицине. По мнению экспертов, можно тиражировать на другие регионы страны. Сегодня в Павловском районе мы увидели хороший пример взаимодействия краевых властей и властей муниципального района в преодолении кадрового дефицита. Когда краевые власти направляют средства на ремонт, центральные районные больницы по главам муниципального района, в свою очередь, помогают с решением социальных вопросов, привлекаемых на работу медицинских работников. Прежде всего, это служебное жилье и подтягивает внебюджетные источники финансирования. По словам депутатов Госдумы, в регионе пока нет грубых нарушений, как и глобальных проблем в реализации нацпроектов. На итоговом совещании Алтай получил хорошую оценку. Напомним, что на финансирование нацпроекта в 2019 году региону выделили 17 миллиардов рублей.